Любовь Никулина работает дворником вот уже 9 лет. Подметать, убирать снег и выдалбливать наледь – тяжелый труд. Но благодаря ее работе дворы по улице Ленина остаются чистыми и аккуратными. Накануне Любовь Валентиновна даже приняла участие в областном конкурсе профессионального мастерства и заняла почетное второе место. Скромная и стеснительная женщина не любит хвастаться своими успехами. Говорит, что очень волновалась перед конкурсом, но все же была уверена в своих силах. К работе я думаю, что я отношусь ответственно. Все-таки от нас зависит жизнь и здоровье людей. Если бы мне там поставили газонокосилку и сказали, что поменяла диск на леску, я бы легко это сделала. Коллега по коммунальному благоустройству Любви Никулиной Сергей Макаров. Он работает бригадиром столярной бригады в Полевской коммунальной компании. 25 лет своей жизни он посвятил любимому делу. К работе привык относиться серьезно и с душой. На конкурс он представил детский деревянный столик в стиле 18-19 веков. На его изготовление ушло 4 дня. Безоговорочная победа Сергею Владимировичу пришлась в новинку. В подобных конкурсах он участвует впервые. Говорит, что за победу пришлось побороться. Соперники были сильны. Любовь к работе, творческое мышление и профессионализм стали залогом успеха. По мнению Сергея Макарова, без этих качеств не то, что победу не одержать. Работать столяром просто нельзя. Эту профессию надо любить. Если прийти просто время провести, тогда лучше вообще не начинать. Просто время убьете. А вообще эта профессия, она такой подход. Это как дерево, живой материал. С ним надо обращаться аккуратно. А то он просто может в ответ сдачу дать. Еще один участник конкурса – Валерий Харченко, электрогазосварщик 5-го разряда. Полевской коммунальной компании работает 25 лет. Грамотный, опытный специалист. К работе подходит творчески. На вызов всегда выезжает в хорошем настроении, с людьми вежлив и обходителен. Так о нем отзывается начальство. Сам же Валерий говорит, что был горд за предоставленную возможность представлять Полевской на областном уровне. Конкурс отличный. Был я на нем первый раз. Очень здорово. Все понравилось. Все хорошо. Подход был такой и творческий, и художественный. Вообще во всех ракурсах мы выступили, я считаю, неплохо. Валерий не вошел в тройку лучших. Но и от лидеров далеко не отстал. По его мнению, победа не главное. Гораздо важнее любить свою работу. Работа занимает большую часть нашей жизни. И без желания ходить на работу, я считаю, это вообще нонсенс полный. Это начинает человек болеть уже. А так мы ходим нормально. Нравится нам это дело. Наталья Латышева, начальник отдела кадров Полевской коммунальной компании, рассказала, как проходил сам конкурс и почему именно эти люди представляли наш город. Конкурс проходил в три этапа. Первый этап – это была самопрезентация работников. Второй этап – это было домашнее задание, представление. Сварщики представляли изделия полочки двухэтажные, а столик представлял столик детский. Все эти работы в дальнейшем были отправлены в детский дом. Безусловно, эти люди отбирались. Первый критерий оценки – это был, безусловно, опыт работы в компании. Ну и, конечно, профессиональное мастерство каждого работника индивидуально. Оно имеет немаловажное значение. Также на конкурсе участникам предлагалось проявить творческие способности. Трудно представить, но наш электросварщик, дворник и столяр пели и рассказывали стихи. Ежегодный конкурс проводится при участии Министерства энергетики ЖКХ и областного профсоюза работников жилищно-коммунального хозяйства. Полевская коммунальная компания второй раз принимает в нем участие. На будущий год у работников ПКК большие планы. На будущий год мы хотим не только принять в конкурсе профмастерства, а также там проходит конкурс МИС ЖКХ. Я думаю, что мы обязательно примем участие в нем. Екатерина Тагильцева, Александр Полищук, Евгений Просиков. Новости нашего города.